Добрый день! В эфире пресс-центр международных интеллектуальных игр в студии Розалия Борисова. И сегодня у нас в гостях госпожа Умит Карадемир, президент научно-энергетической инженерной ярмарки науки. Организация создает проекты в области науки и техники по всей Турции, развивает научные исследования и укрепляет социальные обязанности молодых лидеров, объединяя вместе молодых молодежь и учителей. А также вместе с ней у нас Ада Унал, студентка госпожи Умит Карадемир. Добрый день! Сколько стран-участниц входит в Аксев? По таким категориям работает Аксев. Есть ли возможность сотрудничества Якутии и Турции? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом выпуске. Пожалуйста, расскажите, сколько стран-участниц входит в Аксев. Так как это ярмарка, в этом году было 5000 участников из 24 стран. По каким категориям работает Аксев? Мы сказали, что она объединяет молодежь, исследователей. Как работает эта организация? По многим категориям. Это физика, химия, биология, инженерно-технические науки, математика и робототехника. Как становятся страны участниками этой научной ярмарки? Как отбираются участники? Мы принимаем всех молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Вы посетили, получается, международные интеллектуальные игры. Какие у вас впечатления от игр? И намечаются ли какие-то совместные проекты уже в будущем с Якутией? Мы очень благодарны организаторам, и, конечно, у нас есть планы на дальнейшее сотрудничество. Мы пригласили Василия Климовича приехать в следующем году в Аксев. В каких категориях может принимать участие Якутия в Аксев? Категории, в принципе, не важны. Если участник проекта достойно представить свой проект, конечно же, мы отбираем всех. Ну и какие работы, может быть, Вы хотели бы отметить каких участников? Очень понравилось открытие и закрытие международных игр. Но так как у них была отдельная программа, к сожалению, не удалось детально осознать проект. Умит очень счастлива, что она побывала у нас в Якутии, и очень-очень была впечатлена особенностью открытия. Люди в Якутии, организаторы, все люди, которые помогали в организации игр, волонтеры, гиды, все очень понравилось. Все очень удивлялись тому, что у нас очень жарко и очень тепло. Я не поверила, что в Якутии может быть так тепло, но я убедилась на своем опыте. Вместе с Вами приехала Ваша студентка. Ада, пожалуйста, расскажите, что Вы представляли, как Вы принимали участие, какие у Вас впечатления? Мой проект был посвящен защите животных и медицине в области животноводства. Встретила ли она людей, ребят, которые занимаются именно смежными, может быть, проектами, исследованиями? Какие ценные советы, может, она получила у экспертов? Эксперты были очень дружелюбные, они нам помогали советами, также поддерживали нас. И по поводу моего проекта, мой проект достаточно уникален, поэтому людей с подобными проектами не было. Какие впечатления от Игров в целом? Это было потрясающе, и это была самая большая конференция, в которой я когда-либо участвовала, и самая лучшая из всех организованная. Поэтому у меня потрясающее впечатление. У НИД хочет поблагодарить организаторов лекций, которые были проведены в течение международных интеллектуальных игр. Ей очень понравилось. Мы очень рады, что у Вас понравилось здесь, в Якутии, понравилась организация. И спасибо, что нашли время посетить нашу студию и пообщаться с нами. Это был пресс-центр международных интеллектуальных игр. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.